Вот они, мои отчаянные плантации, сейчас буду до них добираться, вот они, это, кстати, путь не из легких, при условии, что здесь где-то открытые колодцы, я примерно знаю место, все равно здесь дорожки-то не проложены, я, к счастью, не на каблуках, так что ничего, пропру, наверное, а вот здесь вот, видите, несанкционирована заготовка дров, ну, бог с ним, так, значит, идем вот так, и вот здесь, видите, какой-то добрый человек уже прошел, значит, колодцев тут нет в траве, ну, или человек, или найду сейчас человека в колодце, конечно, нет, вот все, кстати, в этом году, говорят, очень много лежбищ кабанов на полянах в лесу, так, вот они, все ближе и ближе, чайные плантации, ну, все, приступаем к работе так, ну, вот и там иван-чай, и вот он уже весь вот окуклился в семена, это плохо, мы опять запоздали, вот такой вот лист будем собирать, сейчас посмотрю, конечно, в идеале нужно собирать его по утречку, ну, или вот, как я сейчас уже 7-8 вечера, и чтобы он был не сырой, с этими дождями это практически невозможно, но вроде как он обветрился за день, постараемся найти максимально качественный лист, и смотрим, нет ли на них улиток, потому что на иван-чай очень любят садиться улитки, пока вроде как я не вижу следов от них, так, будем все, собираем, как собирать, я вам говорила, мы проводим вниз по стволу против шерсти, чуть-чуть охватываем пальцами, и вот у нас весь лист, сразу говорю, вот так примерно просматривайте, это удобно, пока вы так его держите, я хожу с ведром, и в ведро бросаю, все, ну, это вариант одной руки, 3 пакета наберу, я набираю 3 пакета, потому что его не нужно сушить в сушилке, мы его будем ферментировать, ну, все, поехали, этот вот иван-чай, это растение сломали, видите, вот в этом месте, и вот от него пошел прям в веер вот таких вот тонких стволов, и их тоже можно собирать, и они, кстати, не уходят в цвет, но уходят слегка, видите, чуть-чуть, то есть вот это вот растение, в принципе, если вы собираете рано весной и все-таки обламываете, оно имеет дальнейший рост достаточно большой, и свежий лист, его тоже можно уже еще раз собирать, Ну вот, иван-чай, или кипрей называется, травники называют его иван-чаем, в общем-то, известен этот чай в России и в Европе, в Европе он известен как русский чай, насколько мне известно, и, в общем, тоже пользуется спросом, вот, потом, что в нем лечебного, он считается, что этот чай, он укрепляет иммунитет, воспаление снимает, боли, раны заживляет, то есть он там волшебный, ему какие-то абсолютно свойства приписываются, считается, что этот чай как раз, ну, так скажем, избавляет от мужских и женских проблем, и укрепление сосудов, это то вот, укрепление сосудов, тот момент, который очень важен для меня, потому что у Сашки есть, так скажем, с этим небольшие сложности, именно с сосудами, вот, поэтому этот чай для нашей семьи подходит, в общем-то, то есть он выводит токсины и уничтожает болезнетворные бактерии, тут, короче, гигантский перечень плюсов, вот, за исключением некоторых минусов, конечно же, как любая трава имеет и противопоказания. Как и любые травы, с ним нельзя перебарщивать, есть, соответственно, индивидуальная непереносимость, которая есть на любые растения, встречается у людей, ее обычно нужно знать за собой. Потом одновременный прием успокоительных средств и чая, и скеперяя, в общем-то, может нарушить работу нервной системы. И еще такой момент, сочетание с жаропонижающими медикаментами может сильно снизить температуру, то есть он усиливает действие жаропонижающих, это тоже нужно знать, особенно когда во время болезни какой-то даешь, там, и детям, и взрослым чай запивать или вместе употреблять с таблетками, с жаропонижающими или микстурами не рекомендуется, он усиливает действие. Вот, ну и как любое злоупотребление, вы можете нанести себе вред, если не будете делать правильные перерывы, то есть месяц мы можем пить подряд, иван чай, ничего страшного с нами не будет, сплошная польза, две недели перерыв следующий, да, другой чай будем пить. Вот в таком режиме можно пить чай без боязни нанести себе вред. Вот, а поэтому, пожалуйста, все делаем с головой, без фанатизма. И снова же забыла сказать, что в иван чая нету, как их сейчас скажу, забыла опять, алкалоидов, алкалоидов, да. Они есть в заморских чаях, во всяких, а иван чай наоборот у нас идет, ведет к очищению организма от всех таких вещей, и не содержит ничего вредного, никаких вот этих вот кофеинов и так далее. То есть все это очень полезно и питательно. Вот они любители листочков иван чая, мало того, что оставляют после себя всякие какахи на листьях, так еще они их хорошо обрабатывают, видите, своей слизью, но это неприятная процедура, в общем, и в данном случае большой, видите, вот такая большая улиточка, а бывают совсем маленькие, вы их никогда не заметите, и потом выбирать это все дело, это очень сложно. Поэтому стараемся собирать листья все-таки не в такую влажную погоду, когда улитки уже, но вот сейчас мне еще повезло, я и первая кого встретила, и я не вижу вот этого их помета на листьях, в общем-то, значит, успела все еще, но можно и опоздать, и тогда будет пренеприятнейшая процедура, вот эта отбора листьев, и все равно каждый раз переворачивая, каждый раз там еще что-то с ними делая, каждый раз находишь и находишь листочки с такими вот или следами, или самими улиточками, так что не дожидаемся. Так, вот так мы раскладываем лист для того, чтобы его подвялить, я это делаю в ящиках, все равно, в любом случае, его надо будет перешевелить впоследствии. Так, цветочки мы отдельно складываем, их мы сушим, и потом используем для украшения нашего чая. Подвять лист должен до состояния, когда вы перегибаете серединку, и она не трескается. Может быть, слышно? Нет? Давай я сейчас такое поднесу. Вот такого щелчка быть не должно. Он должен быть мягкий, вялый такой лист. И потом мы его будем ферментировать. Есть несколько вариантов ферментирования чая. Вы можете это сырье, которое вы собрали, заморозить. Мне нравится такой вариант чая, потому что, когда вы его после заморозки размораживаете и начинаете ферментировать, как бы схема дальнейшей ферментации такая же, но замороженный чай мне тоже нравится. Он имеет чуть другой вкус. Листи, которым были подвернуты заморозки. Вот, поэтому я думаю, что я вот эти листья, кстати, замороженные, больше раскладывать не буду. Маленьким ящиками я не обошлась. Мне пришлось еще использовать большие. Сейчас я немножечко распределю. Завтра переворошу все это дело. Когда вы смотрите на это листво, вы должны сразу отбирать, допустим, вот цветочки там всякие или листики, которые вам не нравятся. Каждый раз вы смотрите на то, что собрали. Все. Пока. Все. Благодарю вас. А вот столько, честно, украденной дикой вишни я сегодня набрала. Ну, не сильно разжилась. Так, высушили мы мелису в таз. Вот таким образом я это все убираю. Зачем в таз? Таз чистый берем, пищевой, который, да, который мы используем для этих целей. Вы сушили как следует. Смотрите, недосушенная трава у вас пойдет плесенью. Изначально вот эта сушка очень важна. Честно говоря, я не представляю, как без сушилки сушить траву. Вот сейчас дождь, три недели на улице. Ну, просто она будет, наверное, тупо лежать. У меня иван-чай, который на завяливании. Вот уже второй, третий уже сутки пошли. Никак завять нормально не может. Потому что влага в воздухе очень большая. Так, вот это дело я делаю вот так. Можете этого не делать, если есть возможность хранить все целиком. Но это удобнее потом будет и засыпать в чайник, и убирать в банке. Меньше места займет. Я не страдаю от того, что у меня не целый лист будет в чайнике плавать, а там от реть листа или пол листа. Мелкий совсем, он все равно не будет. То есть я вот в таком состоянии вот. Вот это уже в банке буду убирать. Вот видите? Вот так получается. И вот так банку мы насыпаем. Палочки эти, конечно, слегка мешают утрамбовывать нормально. Поэтому я их немножко, видите, как-то предгребаю чуть-чуть вверх крупно. А мелочь снизу, чтобы не рассыпать, потом это в труху совсем не разбивать, я засыпаю в банку. У нас этого сырья много. Это еще не первый заход. Это только первый заход, будет еще заход. Помните, куст он однозначно обрастет до осени еще. Даже, может, несколько раз. Хотя, знаете, такая погода, блин, походу нас смоет все-таки. Очень нехорошо, когда июль вот такой сырой. Особенно, что касается нашей темы с вами сегодняшней, это сбора чая. Особенно, что касается томатов уличных, это вообще опять проклятие. Только я возрадовалась, так жарко, хорошо, все пошли, стартанули. Ой. Моя белая зависть Ниночки Коноваловой с их погодой превращается, походу, в черную. Блин, ну вообще у нас не погода, а какая-то попа. Вот тебе и зона рискового земледелия. У нас зона рискового всего, походу. Всех птиц, там на улице, которые более-менее бройлеры сидели, пришлось пересаживать в загоны. Всех попрятали. Ужас просто. Так, вот эти палки я не использую, честно. Хотя они на самом деле такие же, в общем, ароматные и такие же бесподобные, как и сам чай. Но просто их хранить очень неудобно. Если в пакете, они пакет прорвут. В банку их не затолкаешь, то, гляди, руки. Потом в чайник их тоже сунуть очень проблемно. Поэтому я их слегка вот так вот отбираю. И вот они у меня остаются вот такими. Поэтому вот сейчас еще в одну баночку уберу. Будут у меня две такие баночки с милисой. Подписывать надо, потому что в голове потом каша, не поймешь, что к чему насушила. К мясу, к чаю или к рыбе, к чему это. Потому что я еще эстрагон заготавливаю, я же еще и шпазелик буду готовить и так далее. У меня сухих всяких этих, всяких вкусняшек очень много. Вот, поэтому вот сейчас мятку сделаем и эту милису уберем. Ну, смысл в общем мероприятии, вы поняли точно. Какие еще добавки к чаю делаются? Так, можно собирать брусничный лист. Это вот Тверская область там, да, посевернее какие. Вот, также ягоды черной смородины хорошо сушить. Добавлять сухой ягоду черной смородины к чаю. Очень ароматно, очень вкусно. Потом малиновый лист я тоже сушу, но это осенью. Когда мне не жалко обдирать малину или когда я убираю, формирую куст. То есть в конце лета, когда мы обрезаем с вами малину, убираем старые ветки, отсветшие. И оставляем несколько, там, 2, 3, 4 новых светлых пасынка для следующего года. Не пасынка, а прироста. Новых свежих прироста. Остальное убираем. И вот они молодые, хорошие листья свежих приростов можно тоже сушить, использовать в чай. Кстати, милые дамы, которые находятся в интересном положении. Лист малины наши бабушки завещали нам пить, когда мы в интересном положении с вами. Чай с листом малины или исключительно настой малинового листа, горячий как чай, можно применять для того, чтобы сделать наши ткани более эластичными. Если вы понимаете, о чем я говорю, перед родами это очень важный момент. Поэтому и бабушки наши все рекомендовали очень часто. Но вы можете это почитать. В общем, в интернете есть сведения. Малиновый лист, хорошо, правильно хозяюшками собранный, подаренный даме в положении. Очень-очень полезен и пригодится ее организму однозначно. Никакая трава не идет прям всем-всем беззаговорочно. Нужно обязательно почитать, посмотреть. Потому что у любой травы миллион плюсов, но есть пара-тройка минусов. И если вы в эти минусы в спектрах попадаете, то лучше на себе не экспериментировать, конечно. И еще, люди с какими-либо хроническими заболеваниями тоже нужно очень внимательно относиться к тому, что употребляете. Последний остаток иван-чая прошлогодний нашла. Видите, какой он. Это скрутка руками. Это зеленый вариант иван-чая. Он ферментирован тоже, но я его скручивала руками. То есть, так как я не очень сильная в руках, я не могу его, видимо, докрутить как следует, чтобы он совсем черный был. Я делаю чай с помощью мясорубки. Но вообще соприкосновение листа иван-чая с железом не должно быть. Как бы, ну вот по написанным, по правилам. Его нужно скручивать руками. Я делаю немного руками, но я не могу его скрутить сильно. Поэтому он у меня остается в ферментации а-ля между черным и зеленым. То есть, не будет очень насыщенный. С помощью мясорубки я делаю идеально черный чай. Покажу вам. Вот так выглядит иван-чай прошлого сбора ручной. Они пока получились клевер-мятами лиса, лист земляники и немножечко зверобоя. Зверобой мы профукали из-за дождей. Все, сбор его уже закончен. Но ничего, у нас еще и хиноцея есть. В этом году ее будет много, поэтому это будет добавка к чаю лечебная. Вот такие еще баночки я держу. Я вот с этой кислорубкой, конечно, собираю, наверное, всякую гадость. Можно, наверное, в общем-то и в пакетах просто хранить. Мне так нравится, когда я это выставлю у себя вот так вот в шкафу. И смотрю, такие вот у меня красивые емкости. Это металлические все. Внутрь пакетик вставляю и показывала, да, вот так. Замотаю и вот так. И закрою крышкой. Очень меня радует это все. Так, сушу цвет и смотрю, что там с листом. Иван-чая. Вот с прошлого года осталась вот такая банка. Это цвет. Мелисса в цвет уходила. И я вот заготовки делала ее уже. Не буду в этом году так много делать, на самом деле, вот этих всех приправ. Лучше чайку побольше. Потому что позапрошлым году я посылала своим родственникам всем на свете. И в прошлом сделала так же много, с учетом, что буду кому-то там отвозить, посылать. А что-то как-то все не срослось, не получилось. И у меня много чего осталось. И выбросить жалко, что называется. И вроде как свежее уже подошло. Пользоваться вроде как не особо айс. Ну, не знаю. Потому что весь фуалет в чаи добавляешь. Свежие эти травы. Не засушенные. Сушишь только на зиму. А уходят они в зиму. Примерно в конце октября их уже там, ну, как только снег выпадет. Даже из-под снега можно выкапывать свежак еще, если вы живете там же. Вот, где у вас кусты растут. Короче, не знаю. Много очень делать тоже не стоит, на мой взгляд. Это лишняя трата места, сил и времени. Вот лист. Берем. И внимательно смотрим. Все, видите, он не трескается. Все, он завял. Вот три дня он вял. Вот это погодка. Июнь называется. Июль называется. Все. А вот чуть-чуть еще. Ну, ничего. Это как раз нормально уже. Ну, вы видите сами, да? Он вялый весь такой. Вот такой никакой. Если скручивать руками. Это долго, тяжело. Его нужно брать по небольшим вот таким вот кусочкам, так скажем, этот лист. И мять, мять, мять. И скручивать двумя руками. Я не могу вам показать в колбаску. Вот видите, он смятый. Сейчас. Как-нибудь. Как? Вот как показать вам его? Ну, вот так вот перетираем, понимаете? Вот таким образом. Сильнее еще надо, еще сильнее. Его плотно-плотно забить в стеклянную банку трехлитровую. И поставить в температуру около 40 градусов. Можете это сделать, на двушечку обогреватель включить, поставить. У меня, я не заморачивалась, я положила банку в теплицу в прошлом году. И все, там 40. В черный мешок обернула. И сутки она хранится так, потом его надо еще раз перетирать. И еще раз оставить на сутки ферментацию. Такую же тоже в банку и в теплицу или на обогреватель 40 градусов. Есть рецепты в интернете, можете посмотреть. Но я так не делаю, я покажу, как я делаю. Ленивый способ. Но меня очень устраивает результат полученный. И, ну, в общем-то, всю мою семью устраивает. И близких к нам людей устраивает. Вот. У меня есть парень знакомый с моего города, с Бежицкой, откуда я сама. Он занимается этим чаем профессионально. Он делает именно руками. Но он здоровый, как богатырь. Поэтому ему, в принципе, грех было бы вообще мясорубкой пользоваться. Мне кажется, он и мясо руками рвет для котлет. Вот. Но у него шикарный, конечно, чай. Шикарнейший. Просто элитнейший. Вот. А я делаю попроще. Немножечко так по-женски, если хотите. Но мою семью устраивает результат. А мне устраивает, что они все пьют мой чай, который я знаю, с чего сделан. Вот так я начинаю процесс измельчения листа. Вот. С помощью своей мясорубки. Сейчас будет громко. Я не буду вам все, весь процесс, конечно же, показывать. Но вы, люди умные, сами догадаетесь о всех тонкостях проминания этого листа. В общем-то. Ничего тут нет сложного. Жила девица за водой, по тропинке луговой. К себе милого ждала, и ван чая нарвала. Ароматно заварила, скатерть белую накрыла. Чай по чашкам разлила, и душою расцвела. Иван-чай, сила в нас. Иван-чай радует глаз. Иван-чай, гостей встречай. Иван-чай, русский чай. Сделали чай. Точнее, не чай, а сделали вот такую грануляцию листа. Перетертая. Видите, она уже темнеет, потому что процесс ферментации начинается сразу. Та влага, естественная, которая осталась в листе после завяливания, вот, она позволяет нам этот лист чуть-чуть вот так вот сформировать. Не сильно, не утрамбовывайте со всей силы. Я использую стеклянную емкость. Слегка утрамбовали. Глубина миски не должна быть, и этой всей вот массы не должна быть меньше 5 сантиметров. Будьте внимательны, от этого зависит многое. Я сейчас еще сюда докручу остаток листа. Но у меня выйдет 2, наверное, миски. При этом бедная мясорубочка на самом деле сильно нагревается и страдает. Делайте это этапно, потому что иначе можете сжечь свою мясорубку. Скажете потом мне, Ленка, сожгла ты нам мясорубку своими советами. Все с головой делаем, не забываем об этом. Так, ну, следующий ход я отдельно опять сниму. Сделали, чуть-чуть подмяли. Потрогали. Понюхали. Накрыли марлечкой. Так, чтобы у вас она полностью была накрыта. Не надо ничего прижимать. Зачем накрываем? Чтобы сверху у нас ничего не подсыхало и была влага сохранилась. Так, слегка. И вот этот хвост марлевый я поставлю в стакан с водой. Вот такого вот манера будет эта система вся стоять. Марля, она впитает ровно столько влаги, сколько надо. И она будет вся влажная, но слегка. И вам не нужно будет контролировать влагу потом в этой марле. Мы так оставляем на разное количество времени, смотря какой уровень ферментации вы хотите. Зеленый чай, это может быть и 8 часов даже. И после 8, чем крепче хотите, тем дольше ферментируйте. Максимально, сколько я ферментировала, это 48 часов, так скажем. Но двое суток. То есть я сделала это днем сегодня, послезавтра днем я могу начать выкладывать этот чай на сушку.